Добрый день, дорогие друзья! Немного весны, цветов и обзор. Сегодня у меня большой обзор. Много товара ушло, даже столы проданные. И некоторые пустые, а то интересные, радуют. Но вот этот сервис давно стоит. Он, по-моему, шведский. Зелёный такой. Я думаю, что он уже старенький. Или старинный, как правильно назвать. Но вот сегодня хотела эти кофейники показать. Вот этот зелёный, он такой выразительный. Конечно, им мало кто уже пользуется, этими кофейниками. Но как-то они меня притягивают. Там и чайники есть, но таких красивых, как бы я хотела. Нет, вот этот симпатичный кофейник. Ну вот сегодня я хотела показать вот этот кувшинчик по просьбе Алины. Она мне говорит, я мысленно молила в последнем обзоре, чтобы вы показали этот кувшин. Хотя в каком-то ролике я его и показывала. Но вот сегодня, Алина, для вас. Я решила показать 5 евро, по-моему, он стоит. Ну, красивый. Золотом рисунок. Очень такой изящный, утончённый. Вот эти чайники, чайнички, или как они, где чай хранить. Пузатенький такой, аж тяжёл в руках держать. Ну, я на вазах особо задерживаться не буду, потому что я уже показывала их. Я только пошла из-за этого кувшина. Ну, вот что синее, тоже ничего не добавилось. Но вазочка та стоит красивая, которая мне нравится. А, вот ещё такая ваза, которая редко встречается с колокольчиками. Кайзер. Видите, как интересно, да? У него в основном белые. Хотя нет, я уже видела и другие. Ну, как без этого магазина? Нет, никак. С удовольствием хожу, смотрю, снимаю. Такая весенняя, можно сказать, летняя кружечка с бабочками, с зеленью. А вот эта мне понравилась. Одно евро с лавандой. Ну, у меня так много. Всё, не купишь. И это... Поэтому я только вот показываю. Немножечко беру что-то. Ну, вот эти непроданные ещё тарелочки красивые. И большое блюдо есть. Я же такой кофейник покупала. И подарила снохе. И это... Надо было... Ну, вот не сориентироваться. Надо было посмотреть тарелки. Сколько их там можно было и тарелки подарить. А вот эти коробочки, их много, из-под Марса, всякие разные. Не стало на них тоже задерживаться. Сейчас мы с вами пересмотрим все блюда. Вот этот такой летний. Это блюда, которые уже давненько, но они симпатичные. 6,50 стоит. Вот это... Это голландская, я думаю, тарелочка. Вот это тоже давненько блюдо. А такой оригинальный. Синий цветок и золотая кайма, да? Ага. Вот это блюдо. Вот это блюдо. Я когда снимаю, я не могу сразу думать о чём-то и другом. Да. Надо посмотреть. Ну, вот эти мне очень нравятся. И почему-то они их не берут люди. Ну, не каждому нравится, наверное, вот такой цвет топлённого молока. Такой вкусный цвет вот этих блюд. И рисунок, и медальоны, и рельеф, и всё в них. Ну, разные цены, конечно. Одна стоит даже 18,50, другая 14,50. Другое блюдо. Наверное, это всё-таки дороговато. Вот это симпатяшка. На ней не так много, как бы сказать, рисунка. Но вот эти медальоны, они украшают. Вот это давно стоит. Уже уценили. Теперь она 5,50 стоит. Ну, так потихоньку и дешевле, дешевле и продадут. Вот это мне понравилось. Оранжевый цветок и синий. Как-то он сочетается. Коричневые листья. Ну, в общем, фантазировал художник. 10 евро. Каждый, кто приходит, перебирает их. То назад, то вперёд. Сегодня они так стояли, что мне было просто удобно их взять и пересмотреть. А вот это мне очень понравилось. Это Шуман. Сколько что стоит? 8,50. Со старинной, наверное, обводкой. Вот это когда золото мы ещё не делали. Вот видите, это красным или коричневым делают. Ну, красота. Шкафчики полные. Картины висят. Картины тоже всегда можно с удовольствием какую-то выбрать, если кто любитель. Я на любителя, я говорю. Ну, вот этот сервис, он, оказывается, неполный. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Нет, полный, наверное. А я поняла, неполный, что чего-то не хватало. Но его пока ещё не купили. А он меня, наверное, ждёт. Картины вот вверху. Картины в пределах 50-60 евро. Ну, до 100. Дороже я ещё там не видела. Вот. Ламп много, люстры. Вот ещё картины. Особенно вот эта нижняя мне очень нравится. Зеркала. Ой, как же хорошо ходить в этом магазине. Так, это релакс. Для меня релакс. Тут ничего нового. Чайные и кофейные троечки. Те же самые. Полочки, буфеты. Вот лампы. Кресла, диваны. Комодик стоит неплохой. Ну, это у кого такая же мебель, конечно. Вот это лампа старинная с этим абажуром. Вот это очень удобно для человека моего возраста. Сел, ноги поднял. Красота. И столик. Это, наверное, комплект такой. Два кресла, две подставочки и столик. Вот это кресло массажное. Серое. Вот под специи. Видите, они тоже давно и стоят. Ну, когда-нибудь кто-нибудь купит. Лампы. Вот картина наверху интересная. Вот этот сервис, он тоже давно стоит. Он такой нежный, такой рельеф. Шесть штук, двадцать четыре. Шесть тарелок. Или шесть частей, наверное. Да нет, тут больше. Ну, в общем, там и... А, на блюдах отдельная цена стоит. На кофейнике отдельная. Да-да. Вот тут стоял музыкальный инструмент. А эти его купили. Стоят теперь полочки какие-то. Люди берут. Кому что надо. А вот это маленькая такая. Одно евро стоит тоненькая. Аж просвечивается кофейная пара. Вот это японская или китайская тарелочка. Она тоже стоит давненько. Мне кажется, вот это кто-то сам делал. Ручная такая, наверное, работа. Тут можешь увидеть все, что хочешь. Вот кофей. Кофемолка. Часы старинные. Ну, горшочек. Красивый весенним цветочком голубым. Все я не буду показывать. Их много. Вот рядом тоже с цветочками. Да, что я заметила, что стекла и хрусталя стало меньше. Места свободные появились. Ну, распродали. Особенно с той стороны. Я, наверное, не снимала, где вот ничего не... Ну, где место свободное. Вот эти кувшины и вазочки тут. А вот какая-то интересная бомбонерка стоит. Зелененькая с крышечкой. Они заклеенные так, упакованы все, чтобы не разбились. Вот эта вазочка тоже хорошая. Они такие для декораций. Тут все такое маленькое. Вот эти шары. Они, представляете, как красиво будут смотреться на подоконнике? Когда солнце светит, это синь будет. По всей комнате видна. Вот эта минажница тоже классная. Небольшая, но так с цветочками. И много всяких ваз. Груша стоит еще. А яблока нету. Наверное, не вижу. Взяли. Но яблоко, оно как-то компактнее, да? Столько вот средних ваз, маленьких. Вот Вальтерглаз на вазочке, на ножке. Две вазы. Это стекло, я думаю, лилия. Вот эти все рулетницы стеклянные тоже очень симпатичные. Их несколько. Они их поставили одну на другую. И поэтому неудобно немножко их перебирать, смотреть. Пивные кружки. Вот эта ваза цветок, как лилия. Она какая-то непростая. У нее такое стекло красивое. Как бы на нее смотришь через нее, как 3D эффект. Вот это современная подставочка. Можно цветы, водичку налить, цветок поставить. Видите, их там как маленькие такие емкости, как будто для... Специально для цветка сделаны. Снова музыкальный инструмент. Вот тут стоял стол. Его нету. Это я там со своей корзиной. Ну вот этот сервис еще стоит с красивым сливочником. Этот сервис тоже давно стоит. Я и в антикварный зашла. Поснимала там тоже новые вещи. То есть это будет уже в следующем видео. Не в этом. А этот досмотрим. И это... И тогда уже... Ну вот эти сервисы были. Они были. И кресла эти... Ой, вот это мне понравилось. Целая цветочная поляна. Нигде не сломана. Заклеена скотчем, видите, чтобы не разбились. Это такая красотка. Стоит 10 евро. Под чай за 3 евро. Ну, я не храню чай в таких вот. Поэтому, если только для коллекции, так я все коллекционировать тоже не могу. Поэтому пусть она стоит. Вот кто этим занимается, собирает, придет и купит. Какие-то тарелки. Ой, тут с этой стороны чего только нет. Тут и мясорубки такие старинные, как раньше. Вот эти тарелки, мне кажется, очень такие строгие, нежные. 1 евро. Зельтман Вайден. Но у меня наподобие есть. Элегантные я бы их назвала. Соусники очень удобные. Они красивые, но белые-белые. Ну, удобные, я так думаю. А тут для хозяюшек, кто стряпает. Для кулинарных каналов. Формочки для стряпни. Сколько хочешь. Железные, керамические. Вот тут для, это для, как бы сказать, для специй всяких разных уголок полный уже. Прибавляется помаленьку. Самое смешное, вот этот угол. Тут, смотрите, холодец в банке. Ну, в общем, маринации какие-то. Я вообще удивилась. Кто это мог принести? Не знаю. Эти они стоят там сзади в корзиночке. Интересно. Огурцы вижу маринованные. Жаровни всякие разные. И так весь стеллаж тут. А тут вот эта, небольшая такая, керамическая жаровня в духовку ставить. Очень удобная, раз она небольшая, но на семью 2-3 человека, 4, наверное, маловато будет. Ну, не знаю. Вот это зеленое яблоко керамическое. Вот еще что-то из керамики. Ну, у меня тоже есть из керамики. От мамы досталось. Вот уголок туповара. Ну, этот я показываю вам. 135 евро стоит. Синие сточки на белом. Всегда беспроигрышный вариант. Смотрится классно. Тут все сервизы и столовые, и кофейные. Очень много чего. Но мне бы даже некуда было поставить вот это все. У меня и места-то такого нет. Ну, вот. Мои красотки в конце еще показываю вам. Пока-пока. Как красивый Шуман. Сам вот эта тарелка Шуман. Тарелка Шуман. Тарелка Шуман.